Так, если у товарищей больше нет выступлений, тогда слово предоставляется редакционной комиссии. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Четвертый абзац, который начинается с работникам, выгодно использовать экономию труда. И вот последнее предложение этого абзаца. Это в каком постановлении? В первом постановлении, по первому вопросу. О борьбе профсоюзов за использование и повышение производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости. Вторая кинобоправка. И вот, итак, четвертый абзац, последнее предложение было. В современных условиях сокращения рабочего дня, обеспечения зарплаты, основной путь обеспечивать занятость работников и предупреждать безработицу. Поступило предложение, значит, заменить глагол нас на существительное. Как будет предлагается написать? В современных условиях сокращение рабочего дня без понижения зарплаты, основной путь обеспечения занятости работников и предупреждение безработицы. Да, это правка революционного характера, но она не ухудшает, а может, чуть-чуть улучшает. Поэтому революционная комиссия считает своеобразным ее включить в текст и просит поставить на голосование. Значит, товарищи, прошу голосовать за правку. Значит, у нас звучало в современных условиях, да, сокращение рабочего дня без понижения зарплаты, основной путь обеспечивать занятость работников и предупреждение безработицы. А предлагается основной путь обеспечения занятости работников и предупреждение безработицы. Кто за данную правку, прошу голосовать против разряжавшихся принятых единогласов. Спасибо. Значит, больше предложений по этому проекту не поступило, поэтому есть основания принять в целом. Нас зачитывать или в целом, или просто поставить нас в целом на голосование. Можно зачитать, но у вас пригласили. Тогда ставьте голосование в целом. Значит, остается вопрос на голосование принять в целом проект постановления Российского комитета рабочих о борьбе профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости с принятой правкой. Кто за? Против разряжавшихся единогласов. Спасибо. По второму вопросу также редакционная комиссия. Прошу. Дорогие товарищи, по второму постановлению в редакционную комиссию пришло больше правок и предложений, чем по первому вопросу. Некоторые правки редакционная комиссия рекомендует принять, некоторые к принятию не рекомендуют, но в любом случае решать товарищам рабочим. Все правки я зачитаю и сообщу, какие правки редакционная комиссия предлагает к принятию. Первая правка заключается в том, чтобы изменить название проекта постановления. Несколько изменить. Сейчас название звучит следующим образом. О борьбе за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы. Предлагается изменить следующим образом. О борьбе за повышение заработной платы как минимум до стоимости рабочей силы. Редакционная комиссия здесь по этому вопросу консенсуса не имела. Были... Кто автор поправки? Автор поправки Михаил Васильевич Попов. Но редакционная комиссия разделилась. То есть половина редакционной комиссии поддерживает эту поправку, половина редакционной комиссии данную поправку не поддерживает. Название, да? Уважаемый товарищ, вы знаете историю этого вопроса. Мы вот когда посчитали стоимость рабочей силы, убедились в том, что она значительно выше средней заработной платы. И на тот момент, когда посчитали это, это был первый подсчет в году 2007. Ну и когда вот обнаружился такой огромный разрыв, была идея такая, ну хоть давайте этот разрыв преодолеем. Но мы с вами понимаем, что ну хорошо, а мы преодолели разрыв, и на этом точка. То есть и вот будем строго засидеть за тем, чтобы ни на шаг выше, чтобы вот сколько было, а остальное, чтобы ни в коем случае не уменьшить прибавочную стоимость предпринимателей. Это неправильно. Это неправильно. Поэтому вот мы добились этого успеха. Ну в перспективе добились. И что? Давайте дальше повышать. Мы что, должны заботиться о том, что прибавочная стоимость увеличилась или уменьшалась? Это не наша забота. Не беспокойтесь, капиталист, значит, позаботиться о том, чтобы это дело сдвинуть. Вот поэтому смысл предложения такой, что не надо себя ограничивать в своих притязаниях рабочему классу. В конце концов мы к чему придем? Мы придем к тому, что вообще прибавочной стоимости не будет. Ну и движение, повышение заработной платы за рамки стоимости рабочей силы, это движение в том управлении. Вот о чем идет речь. Ну, дорогие товарищи, я как член редакционной комиссии, который выступал против этой правки, скажу пару слов тоже. Значит, если вы увидите в тексте как раз, в самом постановлении, в тексте самого постановления, именно так мы и сформулировали. Первое предложение звучит следующим образом. Российский комитет рабочих отмечает, что борьба работников за повышение заработной платы, как минимум достоимости рабочей силы, не противоречит борьбе за шестичасовой рабочий день. И как раз те объяснения Александра Владимировича, которые он только что здесь дал, вполне укладываются в это предложение. А название было зафиксировано, значит, название вопроса, который обсуждается, было зафиксировано еще на предыдущем комитете. За него голосовали рабочие, и вот так менять его как-то не видится необходимым. Я хочу сейчас переглас. Я против этой поправки, почему? Потому что у нас вопрос, поставленный в повестке дня, звучит как? Борьба за... Повышение заработной платы, за стоимость рабочей силы. И все. А вот до какого уровня, это другой разговор. Это вот в постановлении уже сказано. Давайте будем свои постановления называть так, как это называлось, в заявленном вопросе. Вопросе в повестке дня. Давайте все-таки от этого не заступать. Это может перейти в порочную практику. Алиса Владимирович. Если вы не от себя, я бы не отступление, конечно, использую. А Металласенчий, лейт, право, на уступление. Ну это уже вообще... Ну, я могу сказать, я передаю, я думаю, что если вы вас сомневаетесь, позвоните, Николай Васильевич, вы сможете обидеться. Я хочу сказать, что мы рабочим адресуем не повестку дня российского комитета рабочих, а позицию, которую российский комитет рабочих выработал. Поэтому он вправе, так сказать, изменить начальный вариант на то, что, так сказать, получено в результате обсуждения и обдумывания этого дела. Поэтому здесь никаких препятствий нет, это дело самих делегатов. Как они хотят заявить свою позицию по отношению к рабочему классу. Прилагается поставить на голосование. Все-таки хочу сказать за поправку, потому что у нас основная масса людей, которые видят нашу информацию, они читают заголовок. И даже несмотря на то, что там, по сути, в содержании находится постановление, они будут смотреть, и будет масса претензий. Почему только до? Почему мы не выше? Почему мы не выше? Почему мы ограничиваем? Почему мы пересчитаем таблицу своей стоимости? Даже если мы точно знаем, что по Самаре 160 тысяч, почему я должен ограничиваться? Я не хочу ограничиваться, я хочу поднимать. У нас в тексте написано, как минимум до стоимости рабочей силы. То есть мы поднимаем выше эту планку, имеем возможность и хотим этого сделать. Зачем мы будем ограничивать? Мне кажется, можно название постановления сделать как минимум до стоимости рабочей силы. А вот у меня, ну тоже по стоимости рабочей силы такой вопрос. А вот если мы сделаем, как бы, ну напишем выше стоимости рабочей силы. Если вот рабочий класс, да, он производит, как бы, вот этот общественный продукт, вот эта вся стоимость его, она должна, как бы, ну распределяться между всеми трудящимися, ну как в коммунистическом обществе. Если мы заявляем, что выше стоимости рабочей силы, разве, ну это, как бы, не будет какое-то неравномерное распределение? Ну, получится ли вообще так в принципе? То есть это же, как бы, ну мы просто стоимость общую делим на всех трудящихся, скажем так. Сейчас я, конечно, понимаю, что у нас есть нетрудящиеся элементы, которые паразиты, и мы за счёт их хотим увеличить свою стоимость. Но в будущем-то это будет лишь часть общей стоимости, и она должна быть такой. Разве нет? Значит, не станем ли мы капиталистами? Ну, да. Разрешите, я пару слов скажу, как раз вот в ответ на этот вопрос. Значит, во-первых, речь идёт о том, что мы находимся, конечно, в буржуазном обществе, и при социализме никакой стоимости рабочей силы не будет, потому что вы её не будете продавать, в первую очередь. Поэтому речь идёт о том, по какой цене, то есть какое денежное выражение стоимости должно быть установлено при взаимодействии с капиталистом, то есть при продаже вашего товара, который вы продаёте капиталисту. Я хочу вам напомнить, что капиталист, прибыль его, он будет получать прибыль, даже если он товар купит дороже стоимости. И как, если вы внимательно читали капитал, например, у капиталиста всё может быть в порядке с прибылью, если он товар, который он производит, продаёт ниже стоимости. То есть эти колебания вокруг стоимости, они могут быть как выше стоимости, так и ниже стоимости, а в целом этот вопрос всё равно вопрос борьбы. То есть если вы боретесь за определённый уровень денежного содержания стоимости рабочей силы, денежного выражения стоимости рабочей силы, то вы и должны устанавливать тот уровень, за который вы боретесь. То есть научный уровень, вокруг которого это колебание происходит, это сама стоимость. А дальше вопрос борьбы. Я ещё выступлю. В общем, я хотел выступить как раз за эту поправку. Ну и даже, может быть, внести какие-то поправки, но уже, наверное, поздно. В общем, я так понял, в проекте постановления говорится о том, что надо бороться как бы за сохранение производства. Это как бы бороться с тем, что идёт движение назад в 19 век, разрушается производство, ухудшается положение. С движением назад нужно бороться. А чтобы бороться с движением назад, нужно двигаться вперёд. А мы как бы пытаемся возвратиться на тот уровень, на который мы были какое-то время назад. Вот даже в тексте об этом говорится. До стоимости рабочей силы. Вот когда-то рабочие работали по стоимости рабочей силы. Почему? Когда был, допустим, капиталист свободной конкуренции. Чтобы производство труда росло не до какого-то момента, чтобы производство вернулось на тот уровень, который был, допустим, в начале 90-х годов. А чтобы оно росло ещё и выше, нужно бороться не просто за повышение зарплаты до стоимости рабочей силы, а за повышение зарплаты выше стоимости рабочей силы. Чтобы был прогресс, чтобы было развитие. Потому что если мы посмотрим на весь остальной мир, где-то зарплата приближается до стоимости, где-то может даже превышать стоимость рабочей силы в остальном мире. И там есть развитие. То есть мы же равняемся не только на нашу российскую экономику. Она неразрывно связана со всем миром капиталистическим. И поэтому мы должны ориентироваться не только на то положение, которое у России у нас есть, нашей экономикой, справедливостью силы у нас, но и вообще во всем мире. Стоимость рабочей силы-то как правильность труда, то есть она же зависит от чего? От количества рабочего времени. То есть стоимость сама зависит от того, от количества рабочего времени потрачено производство. В общем, может быть, это... В общем, вы за. Да, я за. Еще один консультант хочет высказать. Вопрос дискуссионный оказался. Товарищи, заработная плата – это денежное выражение стоимости рабочей силы. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы требуем повышения заработной платы до стоимости рабочей силы, мы приводим в равновесие. То есть, заработная плата в денежном выражении будет соответствовать стоимости рабочей силы. Если мы требуем поднять заработную плату выше стоимости рабочей силы, значит, это уже будет не заработная плата. То есть, мы забираем часть прибыли капиталистов. Тогда давайте так и напишем. Плюс, так сказать, прибыль капиталистов. Не надо говорить тогда... Тогда мы, когда говорим о повышении заработной платы выше стоимости рабочей силы, речь уже идет не о заработной плате как таковой, так и не о стоимости. Тогда весь наш расчет мы можем просто выкинуть и поставить любую произвольную цифру, какая нам нравится. Дорогие товарищи, я все-таки дам комментарий еще тогда один. Если заработная плата выше стоимости рабочей силы, она остается заработной платой, конечно же. Она может колебаться вокруг стоимости рабочей силы. Как ниже, как мы это наблюдаем сейчас. От того, что она ниже, она не стала не заработной платой. Просто денежное выражение ниже стоимости рабочей силы. Оно может быть и выше стоимости рабочей силы, как я уже говорил некоторое время назад. Поэтому, значит, еще раз повторяю, что вопрос о том, каково будет денежное выражение стоимости рабочей силы, это вопрос борьбы. Научная граница, которую, как мы знаем, можно перейти, предел, который переходит. Это, конечно, стоимость. Но вы можете как перейти эту границу, так и быть ниже нее. Ничего вам это не противоречит. В этом ведущем, что я, я не веду. Вопрос интересный, конечно, такой, но мне напоминает шкуру у неубитого медведя просто. У нас проблемы в начале вообще борьбы еще мы стоим. А мы уже о прибыли собственника пытаемся ее там уже как поделить. Я думаю, здесь, в принципе, в первом пункте там идет речь как минимум. И название хорошее. Для начала, пока это пойдет, у нас тут о начале профсоюзной борьбе идет речь в основном. У нас только первые профсоюзы какие-то боевые появляются. Итог, в медицине это хорошо, но на заводах тоже. И пока пугать собственника там, то, что у него уже прибыль, начнем скоро отбирать. Я считаю, лично, на мой взгляд, пока здесь очень все красиво, логично и правильно. В основном, в основном, в основном, точке зрения в принципе. Спасибо. Извините, я еще добавить хотел. Ставьте на голосование. Товарищи, надо все-таки поставить на голосование вопрос. Я от себя еще хотел бы добавить. Вот в связи с этим сказать, что нужна эта поправка. Почему? Прежде всего, чтобы люди задумались о том, что когда они видят слово «минимум», то значит они понимают, что речь идет о каком-то все-таки количестве. И вот хотел бы процитировать ученого Джеймса Кларка Максвелла, если вы знаете, это тот, который в уравнении Максвелла написал, объяснил закон электричества. Вот он писал, что большой шаг вперед был сделан в науке тогда, когда люди убедились, что для понимания природы вещей они должны начать не с вопроса о том, хороша ли вещь или плоха, вредна или полезна, но с вопроса о том, какого народа и сколько много ее имеется. Тогда впервые было признано, что основными чертами, которые нужно познать при научном исследовании, являются качество и количество. Вот здесь минимум слова, оно как раз и обращает внимание на то, что о количестве на составляющей. И люди задумываются, а количество-то этой стоимости, оно какое, и какое оно должно быть. И вот для того, чтобы люди прежде всего задумались о том, почему минимум, а какой максимум тогда, чтобы они сами начали это считать, я предлагаю все-таки внести. И предлагаю поставить на голосование, потому что решают все равно у нас делегаты с решающим голосом, решать им голосованием. Значит, предлагаю правку внести в название проекта второго постановления, он звучал как о борьбе за повышение заработной платы. Достоимость рабочей силы предлагается изменить на борьбе за повышение заработной платы, как минимум, достоимость рабочей силы. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять человек против. Возряжавшихся? Принято большинством голосов. Какие еще поправки? Следующая поправка, которая поступила в редакционную комиссию, это поправка, относящаяся к первому абзацу, последнему предложению. Последнее предложение звучит так. В свою очередь, борьба за повышение заработной платы станет более действенной при условии разворачивания борьбы за 6-часовой рабочий день. Предлагается заменить на следующее предложение. Борьба за повышение заработной платы усиливается борьбой за 6-часовой рабочий день. По смыслу эти предложения близки, но редакционной комиссии кажется, что изначальная формулировка более точная. Прошу высказаться, если кто-то хочет, а если никто не хочет, то прошу президиум ставить на голосование. Редакционная комиссия против этой правки. Значит, ставим на голосование. Еще раз повторяю. Последнее предложение первого абзаца заменить в следующем. Борьба за повышение заработной платы усиливается борьбой за шестичасовой рабочий день. Звучало предложение в следующем. В свою очередь, борьба за повышение заработной платы станет более действенной при условии разворачивания борьбы за шестичасовой рабочий день. Так, ставящий, кто за данную правку? Прошу голосовать. Кто против? Большинством голосов откуда не надо? Идем дальше. Второй абзац. Первое предложение, которое звучит... Нет, сейчас, секундочку. Второй абзац. Третье предложение. Нет, четвертое, я прошу прощения. Рабочие тем самым лишаются значительной части необходимого продукта. Это то, как звучит это предложение сейчас. Предлагается заменить его следующей формулировкой. Рабочие тем самым лишаются значительной части потребляемых благ. Ну, здесь редукционная комиссия выступила против данной поправки. И это связано с тем, что необходимый продукт – это научный термин, а потребляемые блага – это такой размытый термин. Что за блага имеется в виду? И кем они потребляются, и в какой форме. Тут формулировка исходная, а более четкая. Необходимый продукт – это марксистская формулировка. Маркса в капитале вы найдете такую категорию. Предлагается ставить на голосование. Значит, прошу, товарищи, голосовать, кто за данную правку. Кто против? Значит, отклонено. Следующая правка прямо в следующем предложении. Звучит она таким образом. Изначально было так. Снижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие России в целом. Было предложено изменить первое слово «снижение» на «падение заработной платы». В частности, это связано с тем, что дальше идет слово «ниже». И у нас до этого получалось «снижение заработной платы ниже». «Снижение ниже». Не очень хорошо звучит. Предлагается падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы. Редукционная комиссия считает, что правку можно принять. Значит, прошу голосовать, кто за данную правку. Кто против? Это большинство голосов. Дальше. В этом же предложении. Падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие России в целом. Предлагается следующее. Падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие производства в России. Редакционная комиссия предлагает эту правку отклонить по следующему основанию. Развитие России в целом не сводится исключительно к развитию производства в России. То есть это и население России, и люди, и другие аспекты, не связанные только с производством. Хотя производство, конечно, является определяющим фактом. Поэтому предлагается эту правку отклонить. Редакционная комиссия предлагает эту правку отклонить. Еще раз зачитываю перед тем, как ставить на голосование. Итак, было. Падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие России в целом. Предлагается. Падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие производства в России. Предлагается голосовать за данную правку, кто «за», кто «против», откуда и на вас. В этом же предложении поступила еще одна правка, которую рассматриваем отдельно. Итак, сейчас у нас падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие в целом. Предлагается расширить этот момент и уточнить, падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие России в целом, приводит к вымиранию населения. Вымирание населения, значит, да, эту правку реакционная комиссия предлагает принять, поскольку вымирание населения связано с процессом развития России, ну, то есть определяет реакционный процесс деградации, момент деградации в развитии, и поэтому его можно особо подчеркнуть здесь. Значит, предлагается голосовать, кто за то, чтобы принять данную правку. Кто «против», принято единогласно. Дальше, следующее предложение предлагается изложить в такой редакции. Сейчас оно звучит так. Урезание необходимого продукта, полностью употребляемого рабочими внутри страны, приводит к падению производства продуктов потребления и производства в целом. Предлагается следующее. Вынужденное снижение потребностей рабочих ведет к деградации производства ниже уровня, необходимого для создания продукта, потребляемого рабочими в ходе своего воспроизводства. А значит, создает условия уничтожения отечественного производства. Значит, данную правку редакционная комиссия предлагает не принимать. Есть какие-то другие предложения и мнения? Если нет, предлагаю... Предлагается... Значит, ставим на вопрос на голосование. Еще раз подозчитайте, как было. Значит, было. Урезание необходимого продукта, полностью употребляемого рабочими внутри страны, приводит к падению производства продуктов потребления и производства в целом. Предлагается. Вынужденное снижение потребностей рабочих ведет к деградации производства ниже уровня, необходимого для создания продукта, потребляемого рабочими в ходе своего воспроизводства. А значит, создает условия уничтожения отечественного производства. Очень сложено. Кто за то, чтобы принять данную правку? Кто против? Отклонено и ненагласно. Поэтому у проекта восстановления больше нет правок? Нету. Значит, можно тогда зачитать, что получилось? Чтобы принять в целом. Так, проект постановления Российского комитета рабочих о борьбе за повышение заработной платы как минимум до стоимости рабочей силы. Российский комитет рабочих отмечает, что борьба работников за повышение заработной платы как минимум до стоимости рабочей силы не противоречит борьбе за 6-часовой рабочий день. Нерабочее время только тогда становится свободным, когда оно обеспечено материальным. В свою очередь борьба за повышение заработной платы станет более действенной при условии разворачивания борьбы за шестичасовой рабочий день. Стоимость рабочей силы входит в стоимость всех произведенных товаров, но капиталисты стремятся свести ее денежные выражения в заработную плату рабочих до минимума, обеспечивающего лишь физическое выживание. В настоящее время величина заработной платы в 3-5 раз ниже стоимости рабочей силы. Рабочие тем самым лишаются значительной части необходимого продукта. Падение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие России в целом, приводит к вымиранию населения. Урезание необходимого продукта, полностью употребляемого рабочими внутри страны, приводит к падению производства продуктов потребления и производства в целом. Сохранение и развитие отечественного производства жизненно важного для рабочего класса и существования России становится задачей и делом организованных рабочих, борющихся за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы посредством коллективных действий. Для решения этой задачи Российский комитет рабочих рекомендует бороться за установление уровня заработной платы на основании научно обоснованных норм потребления рабочего и его семьи согласно методике, разработанной докерами ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» при участии Фонда Рабочей Академии. 2. Включить в коллективные договора график повышения заработной платы, исходя из нормы 5-10% в год, сверх уровня инфляции, положение о сохранении занятости, сокращении рабочего времени. 3. Добиваться удовлетворения своих законных требований коллективными действиями, включающими забастовку в форме сокращения рабочего дня до 6 часов. 3. А можно, прежде чем голосовать, я вот предложу. 4. Правки? 5. Просто заменить одно слово, не противоречить на соответствует или согласуется, а то вот эта частица «не» это такой скользкий момент. 5. Знаем, что кто-то не услышит частицу «не» и... 6. Ну, это будет напечатано тут. Это все увидят. 6. Кравки уже поздно. 7. Кравки уже поздно вносить. Значит, предлагается данное постановление принять в целом. Кто за? Кто против? Изрежавшихся. Принято единогласно. Так, и по третьему проекту. Значит, у нас будет предпосновление о профсоюзной учебе. 7. Российский комитет рабочих констатирует недостаточно высокий уровень правовой грамотности работников в области трудовых отношений. При современной системе организации производства работникам необходимо вести борьбу за свои интересы на предприятии. Для этого им необходимо знать и применять статьи Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона о профессиональных союзах и их правах и гарантиях деятельности, ратифицированные Российской Федерацией Конвенции международной организации труда, материалы Российского комитета рабочих, фонда рабочей академии и другие законы о труде. Только грамотные и организованные действия работников приводят к улучшению их условий труда и повышению заработной платы. 8. Основными вопросами для изучения должны быть права и обязанности объединения работников, объективные интересы работников, способы борьбы работников за свои интересы. Российский комитет рабочих рекомендует рабочим и рабочим коллективам систематически заниматься образованием в сфере трудового законодательства, Про союзным организациям в соответствии с их уставами ввести организованную учебу по вопросам, связанным с борьбой работников за свои интересы, обмениваться опытом борьбы рабочих коллективов, в том числе в Российском комитете рабочих, для образования и самообразования использовать учебные материалы Российского комитета рабочих, Фонда рабочей академии и его Красного университета. Значит, прошу принять, так, голосую за то, чтобы принять постановление в целом. Кто за? Кто против? Визрежавшихся? Приняты единогласно. Так, у нас еще осталось время, может быть, кто-то еще выступит. Заявление по Ногинскому предприняли. А, по Ногинскому, да, хлебокомбинату, обращение Российского комитета рабочих у редакционной комиссии есть. Значит, также у нас еще есть на повестке дня ситуация с Ногинским хлебокомбинатом, и, значит, Российский комитет рабочих написал проект обращения, ну, уже обращения, да, обращение Российского комитета рабочих к работникам ООН Ногинский хлебокомбинат. Российский комитет рабочих Отмечает противоречащие Трудовому кодексу Российской Федерации действия собственника Ногинского хлебокомбината, выражающиеся в задержке выплаты заработной платы на три и более месяцев, приеме на работу без оформления трудовых договоров, полной остановке производства. Ногинский хлебокомбинат, основанный в 1929 году, пережил Великую Отечественную войну, но может не пережить эффективных собственников. В связи со сложившейся ситуацией Российский комитет рабочих рекомендует работникам Ногинского хлебокомбината 1. Организовать на предприятии первичную профсоюзную организацию с перспективой вхождения в Федерацию профсоюзов России. 2. Совместно со специалистами Фонда Рабочей Академии разработать проект прогрессивного коллективного договора и начать борьбу за его заключение. 3. При задержке работодателям заработной платы более чем на 15 дней работникам применять положение статьи 142 Трудового кодекса Российской Федерации и приостанавливать работу с письменным уведомлением работодателя и обязательным посещением рабочего места во время приостановки работы до выплаты задержанных денежных сумм. 4. Обратиться в органы Государственной трудовой инспекции и прокуратуры с заявлением о нарушениях на Ногинском хлебокомбинате трудового законодательства Российской Федерации. 5. Коллективу хлебокомбината в лице профсоюзной организации обратится в администрацию президента Российской Федерации с просьбой о национализации предприятия. Прошу голосовать за то, чтобы принять данные обращения Российского комитета рабочих в целом. Можно сказать? Обращение, конечно, хорошее и правильное, немножко наукообразное. Обращаемся мы к рабочим, надо было немножко попроще написать. Дело не в этом. То, что мы обратимся к рабочим этого хлебокомбината, это правильно. Вот хорошо было бы обратиться с этим обращением к местным властям, которые потворствуют закрытию этого комбината. Вот это имело бы большее, мне кажется, значение. К властям обратятся сами рабочие. Одно дело сами рабочие, а другое дело вот комитет рабочих России. А для них? Обратиться к местным властям. Причем не следует. Прокуратура к ним обратится. Ну, если у вас есть... Мы же никакая-никакая, петки, организация. Организация довольно такая дисциплинированная. Для чего? Для нас. Ну, это отдельный вопрос. Сейчас мы обсуждаем обращение именно Российского комитета рабочих к работникам. Потому что все равно действовать на месте все равно работники должны. Потому что мы-то все разъедемся. И что мы откуда с разных городов будем писать? То есть борьба-то она постоянно должна вестись там, именно работниками на их предприятии. А мы собираемся раз в полгода и вот можем посоветовать сообразную опыту нашему. Представители комитета все равно уже будут на месте. Да. Представители комитета на Синометрии. Так что если вы в власти, во всем будет кому-то под покрытием и свои отписки. У нас, все говоря, наработана система. Обращаемся куда-то только в том случае, когда коллектив предпринимает действия. Сейчас обращаться нечего, они еще ничего не делали. Мы им рекомендуем, что сделать. А вот потом уже надо будет организовывать поддержку других предприятий. Они стоят во всероссийские. А сейчас это все будет нечего. В смысле нет. Только тогда, когда они начнут делать. Никто не знает. Значит, предлагается принять обращение в целом. Кто за, прошу голосовать. Кто против, поддержавшихся. Значит, принято единогласно. Есть предложение провести очередное заседание Российского комитета рабочих в Нижнем Новгороде. 21-22 марта 2020 года. Это суббота-воскресенье. Значит, прошу голосовать, товарищи, кто за то, чтобы провести следующее заседание Российского комитета рабочих. 21-22. Да, может быть, есть другие предложения. Может, не 21-22 марта. Кто-то работает в этот день. Ну, работает. Всегда кто-то работает. И как раз мы сейчас утверждаем, чтобы как-то подгадать график, чтобы в эти дни работать. За полгода. Как раз для этого, кстати говоря. Но если других предложений нет, то предлагаю голосовать, провести следующее заседание Российского комитета рабочих 21-22 марта 2020 года. Здесь же, в Нижнем Новгороде. Кто за? Кто против? Значит, принято единогласно. Теперь по повестке дня. Уважаемые товарищи, значит, повестка дня формировалась исходя из того, что сущно, что актуально, из того, чем делились участники сегодняшнего заседания Российского комитета рабочих. И вот есть такое предложение. Пока, правда, два вопроса определены в проекте. Значит, первый вопрос. Оплата сверхурочной работы и работы выхода и дни в соответствии с законом. Точка. О требованиях работников к работодателям. Значит, почему вызвано появление такого вопроса? Вот очень многие выступавшие говорили о том, что люди работают, перерабатывают и ничего за это не получают. Значит, ну вот надо первый шаг. И эти люди, причем, когда начинаешь им говорить, ну вы боритесь, они начинают тогда говорить о том, что у них, их лишают заработной платы. Вот пусть они сделают первый шаг и потребуют хотя бы того, чтобы им платили. Дальше, когда им будут платить, они поймут, что это все равно жизнь их не улучшает с одной стороны, а с другой стороны работодателям будет меньше заинтересован тогда в сверхурочной работе со своей стороны. И это будет двигать в сторону работников того, чтобы бороться коллективно за сокращение рабочего дня с повышением заработной платы. Поэтому мы в этот же вопрос вставляем о требованиях работников к работодателям. Имею в виду, что то, о чем мы с вами говорим, вот у нас есть проект объективного договора. Это интересные документы. Мы ходим, значит, с работников обсуждаем. Но это никак пока не влияет на поведение работодателя. А вот выставление требований – это момент какой? Момент чего? Развитие коллективного трудового спора, который приводит к забастовке. Потому что всем всем приговорим, что надо довести дело до забастовки в форме сокращения рабочего времени. Но начинать надо с чего? С выставления требований. Так что будет уставляться в качестве требований? Или это будет проект объективного договора и требовать... Или это будет уже проект дополнений и изменений к существующему объективному договору. Или в каком случае это будет отдельный какой-то требований, с которым начинается коллективный трудовой спор. Вот об этом надо подумать. То есть как переходить от обсуждения к выставлению требований. В этот момент мы еще никто не провел. Значит, надо об этом подумать. Вот смысл вот этого первого вопроса. А второй вопрос. О представительстве интересов работников в проведении коллективных переговоров. Это тоже понятный вопрос. Потому что пока присутствующие здесь, если они создают профсоюз, они находятся в меньшинстве. А повести коллективный трудовой спор можно тогда, когда за тобой большинство. Значит, получение доверенности на представительство интересов – это необходимый совершенный шаг для большинства здесь присутствующих. Значит, как это делается? Опыт есть, между прочим. В Сарове есть опыты. Наверное, не только. Значит, для тех, кто заново это делает, или впервые это делает, для тех, кому снова предстоит это сделать, значит, этот вопрос стоит обсудить. Потому что это подводит как раз к следующему шагу к введению коллективного трудового спора и к разрешению спора в форме забастовки. Пока эти шаги не будут сделаны, никакой забастовки, везде речь не приходится. Ну, а третьего вопроса пока нет, товарищи. Вот честно вам скажу. Так что, может быть, что-то вот здесь можно предложить. Можно потом поставить. Итак, значит, первый вопрос. Оплата сверхурочной работы и работы выходных дней в соответствии с законом точка. О требованиях работников к работодателям. И второе. О представительстве интересов работников при ведении коллективных переговоров. Предлагается принять данную повестку. Два вопроса. Третий вопрос. Мы можем... Да. Добавить. Добавить. Потом. Значит, предлагается принять... Потому что это проект, на самом деле. Да. Это проект повестки. Повестка утверждается. Повестки. Да. На следующее заседание вот эти два вопроса. Кто за? Кто против? Кто призрежавшихся? Принято. Единогласно. Если можно определить предположительных докладчиков, числа рабочих, тоже будет очень хорошо. Чтобы они работали над этим, так сказать. Ну, вот по первому вопросу я могу сделать доклад. Александр Владимирович, а по третьему вопросу о процессе создания профсоюза, может быть, о самом начале, как вот у нас опыта есть? Ключи к агентации? Еще раз. Как предлагается... О процессе создания профсоюза? О создании? О процессе создания. Ну, значит, создание... О создании профсоюза, конечно. О создании профсоюза. А вот о чем, Владимир Ильич, о создании первичной профсоюзной организации? Потому что если мы создаем территориальный профсоюз, конечно, это не очень интересно. Он не имеет права исключения коллективного договора, территориальной организации. Вообще интересно первичный. Вы это имеете в виду? Давайте включим первичный. Да, вот так мы в Самаре сейчас... О создании первичной профсоюзной организации. Хорошо, давайте. Первичная профсоюзная организация. Да, первичная профсоюзная организация. Первичная. Давайте сделаем упор на то, что первичная. То есть на предприятия, которые имеют все эти права и на это нацелены первичные профсоюзные организации. Значит, предлагается добавить вопрос в третью повестку о создании первичной профсоюзной организации. Кто за? Против надержавшихся? Докладчики, даже по первому, все не сочетают. Теперь надо определиться с докладчиками, кто будет докладывать. По первому вопросу. Я могу доложить, может быть, кто-то с докладом хочет сделать. И второй, третий вопрос. Но по третьему вопросу я понял уже, кто будет докладывать. О представительстве интересов работников, проведении коллективных переговоров. Кто может подготовить доклад? В Сарове есть такой опыт? Был такой опыт? Не помню, что ли? Собирали доверенности? Собирали, но у нас нет Ворентина, который собирал. Я не могу за него говорить. Это правильно. Подставит он, как платы не составит? Ему можно и поручить. Кальвит, я не хочу. Что он, сопредседатель РКР, если РКР решил? Я думаю, он это выполнит. Давайте о Кальвит. Давай. Ну, возможно, еще найдутся сын. А он согласен? А вот по первому вопросу, на оплату сверхурочных нельзя, о подъеме заработной оплаты и оплате сверхурочных, потому что сверхурочные зависят от зарплаты. Потому что, да, сверхурочные платят правильно, а зарплаты низкие, потому и сверхурочные это идут. Михаил Анатольевич, это вот как раз о требованиях работников. То есть, это вот самый первый шаг. Вот так загнали половину рабочих в такое болото, что они работают сверхурочные и даже не получают того, что им причитается. Вот это первый шаг из этого болота, а дальше говорят, ну и чего вы будете. Это отревание, конечно, повышение зарплаты. То, о чем мы всегда говорили. То есть, мы хотим, знаете, чтобы авангард не оторвался от рейтингарда. Чтобы вы нас понимали, о чем мы, чтобы мы не забыли о них. Вы говорите, что сейчас о вам, а мы вот так далее. Вот это имелось в виду. Поэтому, когда мы будем говорить о требованиях, вы будете, и надо говорить, конечно, о повышении уровня. Вот о чем всегда говорили, плюс 10% кондексации и так далее, и так далее. Да, совершенно верно. А вы не хотите ставить садокладчиками по первому? Я не буду, я еще не буду там. Михаил Анатольевич, ну, по первому. Товарищ Сунин, замещательный. По созданию первичной профессиональной организации кто-то может сделать садоклад? Предлагаю Бобинова. Бобинок может. Да. Я хочу садокладчик. Можно. Ну, мы будем выслушать. Вот у нас уже здесь образовали два человека, которые, вот, Рафаэль из Оренбурга и вот, из Нагинска, девушка. Которые тоже сказали, что попытаются создать первичную организацию. Они тоже могут быть садокладчиками? Нет, ну, все. Как? Ну, они могут быть. Если они создадут, все-таки, потому что вопрос о создании, если они создадут, то расскажет, конечно, будет третьим садокладчиком. Не, ну, вы можете это вторым садокладчиком, это тоже неплохо, вот, такое задание поручить. Получить. Как, возьметесь? Нам это очень интересно, держать на контроле и это делать. Ага. Можно вручить, а если нет, так будет... Ну, вот, само собой, конечно. Тем более, что, да, он никогда не откажется, он всегда это сделает. Шатрова. Елена Николаевна. Это вот очень интересно, потому что человек с такой задачей уезжает, с рекомендацией, да, и вот это очень интересно. Товарищи, давайте тогда примем в целом повестку заседания будущего РКР вместе с докладчиками и садокладчиками. Значит, у нас повестка такая. Первый вопрос. Оплата сфихурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом о требованиях работников к работодателям. Докладчики, Горбушкин и Сонин. Второй вопрос. О представительстве интересов работников в приведении коллективных переговоров. Докладчик, Калет. И третий вопрос. О создании первичной профсоюзной организации. Докладчики, Гордианин, Бобинов и Шатрова. Ну, я не знаю, может быть, Гордианин и Шатрова, а Бобинов? Да, Бобинов. Ну, попросим, Бобинов. Ну, Гордианин и Шатрова, а Бобинов, попросим. Значит, предлагается принять повестку в целом. Кто за? Кто против? Поддержавшихся? Принято. Ногласно. Заседание Российского комитета рабочих у нас прошло успешно. Значит, чтобы полностью закрыть, нам нужно коллективно сфотографироваться и спеть гимн Российского комитета рабочих. По волне широкой, на стрелке далекой, Куда никого-то зовет пароход. Под городом горьким и ясные стольки в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким и ясные стольки в рабочем поселке подруга живет. ПЕСНЯ 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 Шуршат оздоровые шаги под окном. А в летние ночи, в муссирову ночи, В рву из ростоварей не хочет уйти. А в летние ночи, в муссирову ночи, Чем скоро главе нашим не будет. Ему никогда и нигде не найти. Девушке краше, чем сорвали нашим, Ему никогда и нигде не найти. А утром у входа, в рано по заводам, В любом доме, девушка, светит со мной. И скажет немало, я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. И скажет немало, я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. На Волке широкой, на стрелке далекой, Внутка не кого-то зовет поход. Городом горьки, где ясные звонки, В рабочем поселке подруга живет. Городом горьки, где ясные звонки, В рабочем поселке подруга живет. Городом горьки, где ясные звонки. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ